Бактерии Биопленки предпочитают расти в виде биопленки Это для них нормальное состояние Потому что это у них способ выживания И предохранения от различных внешних негативных факторов То есть от антибиотиков в том числе От иммунной системы человека От различных биоцидов Более того, биопленка часто является причиной повторных заражений Отторжения имплантатов И даже общего заражения организма Болезнетворными микробами, попавшими в кровь Например, при слабом иммунитете Тестофилококк, который есть на коже почти у всех людей Образует пленки на ранах Мешая их заживлению и вызывая хронические язвы В лабораториях Казанского университета Наши ученые разрабатывают новые подходы К борьбе с болезнетворными бактериями Именно в составе биопленки Сейчас ученые работают с различными животными И растительными протеазами Это ферменты, которые разрушают белок А он как раз содержится в составе биопленки То есть, разрушив белок, можно разрушить биопленку Как это достигается? Клетки, они друг с другом тесно скреплены И между ними образуется так называемый матрикс Который включает в себя белки, полисахариды И вот если с помощью протеиназа Эти связующие компоненты разрушать То клетки начинают отделяться друг от друга Теряется целостность вот этой биопленки И антибиотик начинает приобретать способность Проникать внутрь Наши ученые доказали, что если обработать биопленку фицином То любая рана заживет быстрее А эффект антибиотиков увеличится аж в 10 раз Стоит принять к сведению, что фицином называют фермент И сока инжирного дерева Фактически все это означает, что сотни людей быстрее выйдут из больниц Значительно снизится процент внутриболичных инфекций И риск заражения крови А вот на синегнойную палочку фицин не действует У этой бактерии другая структура биопленки И сейчас актуальная задача для ученых КФУ Скорее найти инструмент для борьбы с ней Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс